Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня День России. Мы поздравляем вас всех с этим замечательным праздником. Он попадает, правда, на середину недели в этом году, но, тем не менее, это очень такой важный день, лето, и нам приятно, что здесь у нас в студии находится герой Российской Федерации Юрий Викторович Цветов. Здравствуйте, Юрий Викторович! Здравствуйте! С 2006 года вы полковник в отставке, правильно? В запасе. В запасе. То есть в отставке – это когда вообще уже тебя не привлекают, а в запасе – это значит, что еще может быть. Ну, давайте мы сразу такой вопрос начнем с самого важного, наверное. Что для вас 12 июня – День России? Что для вас этот праздник? Ну, для меня этот праздник – это, во-первых, как бы день нашего государства. У каждой страны, в каждом государстве есть свой праздник, когда они отмечают становление, укрепление и, скажем так, историю вспоминают. Вот для нас 12 июня – это День России, когда мы чтим и гордимся тем, что мы живем в этой стране, что она и есть такая страна. Ну да. У вас невероятный путь. Понятно, что Герой Российской Федерации, поэтому это такой определенный, что ли, этап в вашей жизни. Вы – военный человек. Вот с чего началась ваша военная деятельность и почему вы решили стать именно военным человеком? Это из цикла, что есть такая профессия – Родину защищать? Да. Скорее всего. Ну, знаете как, я родился ведь в Советском Союзе. Когда я учился в школе, ветеранам Великой Отечественной войны было столько, сколько мне сегодня лет. Да, они живые были, приходили. Да, они были живые, они приходили, встречались с нами. И вот эти вот воспоминания, их воспоминания, они были близки нам. Потому что до этого это была самая крупная, самая кровопролитная война. Ну и мы все были ближе к тому времени. Она коснулась всех семей, в том числе и моей тоже. Поэтому мы с большим почтением и уважением относились к ветеранам Великой Отечественной войны. Смотрели на них большими открытыми глазами и слушали их, внимая каждое слово их. Поэтому ничего не было, наверное, почетнее, чем обязанности Родину защищать. Вот, на их примере. Поэтому мальчишки все делились так. Все хотели служить. Это космонавты? Да, космонавты. Это отдельная тема, да. Хотели защищать Родину. И поэтому, естественно, в те времена, я вот вспоминаю свой класс в школе, у нас 50% мальчишек, они поступили в все военные училища. У нас была сильная армия, большая армия. Вот. И защищать Родину, это была почетная обязанность. Это какой год у вас выпускной получается? 85-й год. 85-й год. То есть, фактически, это начало перестройки такой был, да, момент. Еще перестройка, да, только-только. Даже не объявленного. А в марте только стал Горбачев, и чуть позже уже начнутся какие-то изменения. Но именно военным вы выбирали какую-то специальность? Или просто изначально какая-то военная? Или вот там артиллерист, танкист, там, вапфлот? Куда хотелось? Вот вы не случайно сказали, что все хотели космонавтами быть. Вот я тоже хотел стать космонавтом. Я угадал, да. Да. Поэтому я выбрал для себя специальность летчика. Причем летчика-испытателя, летчика-истребительной авиации именно. Это вообще, по-моему, да. Но, к сожалению, выбрав Черниговское авиационное училище, я туда не смог поступить. Но меня не пропустили по здоровью. По здоровью? Да. Как оказалось. То есть вы даже удивились, наверное, этому? Да, я удивился. Поэтому в военкомате, когда мне спросили, ну что, может быть, ты пойдешь в другое училище? Я говорю, ну если я не буду летать, тогда я буду прыгать. Да. Да. В те времена вышел на экраны фильм «В зоне особого внимания». Поэтому это тоже было что-то новое такое, да, неизведанное. Современное опять же. Современное, да. Поэтому меня отговаривали, честно скажу, да. Говорили, что поступить в Рязанское десантное училище практически невозможно. Проще в то, куда вы не поступили. Да, да. Либо поступать нужно было с армии, либо отслужив в Афганистане. Вот. В те времена Афганистан как раз. Еще был, да, до 1828 года. Да, был. Да. Даже и не видно было, когда он закончится. Вот. У меня было много знакомых, которые отслужили в Афганистане. Я видел этих ребят. Вот. Видел и слышал, через что им пришлось пройти. Поэтому меня отговаривали, но я сказал, настоял на своем. Даже, наверное, подлили масло в огонь. Раз отговаривают, наоборот, поступлю, да? Да. Я с отличием закончил школу. Поэтому надеялся на этот, что... Сыграю там определенную роль. Так. И поступили? И в 85-м году, да, я поступил в Рязанское десантное училище с первого раза. Ну вот, Рязанское общество известное, да, на всю страну десантное. То есть вы десантник, так сказать, теперь до мозга костей. Ну вот, во второй части мы, конечно же, расскажем, за что Юрий Викторович получил столь высокое звание в нашей стране. Но давайте вернемся к вот этим будням, что такое десантное училище, тем более, что поступить туда действительно сложно. Но там и я служил в обычной, скажем так, армии, но у нас был десантный батальон, как вот в песне поется. И мы иногда наблюдали за ними, и казалось, что это две разных армии. Вот насколько сложно было учиться, что входило в это обучение, и что вам дало вот Рязанское училище как профессионалу? Ну, во-первых, поступить было очень сложно. На самом деле, очень много поступало с войск, и нас после школы было очень мало. Ну, где-то, наверное, процентов 30-40. В основном, да, были уже послужившие, тем более, в воздушно-десантных войсках. По конкурсу привилегиями пользовались ребята, которые прошли через Афганистан. Много было суворовских училищ. То есть, такие специализированные подходы. Им тоже было легче. Поэтому поступить было очень тяжело. Ну, а потом, после поступления, начались вот эти вот будни. Я понял, что моя физическая подготовка со значками ГТО, она ни в какое сравнение не идет с той нагрузкой, которую пришлось получить в десантном училище. Честно скажу, что были моменты, когда я думал, ну все, я уже не смогу. Уйти. Да. А уходили, кстати? Уходили. Уходили. Да, уходили ребята, не выдерживали. У многих комиссовали по здоровью, потому что вроде бы как-то внешне ты здоров. Но потом скрывались какие-то факты. Сердце, пульс. Да, да, да. Поэтому уходили многие ребята. Мысли тоже приходили, но что-то все-таки остановилось. Вот, да, вот еще чуть-чуть, вот все пройдет, вот я вот постараюсь, постараюсь. У меня был командир отделения, он был мой земляк, он прошел Афганистан, и он мне говорил так. Говорит, Юра, вот ты, чтобы влиться в этот ритм напряженный, ты должен делать все, как все. И тогда ты войдешь в эту колею, и тебе станет легче. Второе дыхание откроется. Да, откроется второе дыхание. Я ему очень благодарен за это, за поддержку. Вот, я помню свой первый марш-бросок, когда, честно говоря, мне, 17-летнему парнишке, да, 50 километров пройти в снаряжении, с оружием. И помню, как он меня поддерживал за руку. И вот, скоро-скоро придем. Даже такой был. Да, да, да. Ну, что там греха таить, да, тяжело было. То есть, братство работает? Да. И вот тогда, наверное, были какие-то, ну, люди, прошедшие даже под простую армию, да, вот там советскую, флот, да, там на год больше служили и так далее. Как бы чего ни говорили, это какой-то характер определенный, да, какое-то определенное поведение. А если еще и, вот так скажем, элитные, как сейчас модно говорить, да, элита заключается не в том, что там выправка или так далее, это все есть. Но это еще и выдержка, наверное, определенная. Как строился график ваш, вот самый сложный день, марш-бросок, там еще много чего было. Практически, наверное, понятие, как выходное, не существовало в училище или было? Да нет, не было, на первом курсе вообще выходных особых не было. У нас каждую субботу-воскресенье, ну, воскресенье, это спортивный праздник, да, как это все шутят, что не праздник, то спортивный, что не отдых, то активный, да, недавно ты эту фразу вспомнил. Поэтому смотрели на них, на этих ребят, которые поддерживали, психологическую поддержку нам оказывали, ну, знаете, как, у человека должно быть самолюбие, да, вот. В положительном смысле, да, тянуться, да, быть похожими на них. И вот мы старались на них. Они, многие были удостоены орденов, медалей. Но опять же, сработал вот тот вариант, как с ветеранами, да, то есть было пример определенный, это важно в этом деле. Да, пример, да. Почему он может, он смог, а я не смогу, вот. То есть, неужели я какой-то не такой, из другого теста, да, вот. Ну, тем более Афганистан, действительно, это 85-й год, ну, и вы потом служили в 88-м, он завершается, но, тем не менее, продолжалось это 79-го года, это такой уже был довольно длительный этап, да, как тогда называлось «Воин-интернационалист», и действительно там очень многое было именно на десантниках держалось. Вот что такое десантник для вас? И мы знаем, что это такой, ну, там, день десантника есть, да, вот определенные вещи, но десантник – это какая-то отдельная стать, отдельный подход, отдельное, какая-то, ну, отдельное понимание чего-то. Что для вас десантник? Десантник для меня, прежде всего, знаете, на чем держится в ВДВ, да, это на той гордости за свои войска. Вот эту гордость нам дал Василий Филиппович Маргелов. Ты должен быть лучшим, ты можешь то, что не могут другие. И вот на этой гордости за свой род войск, вот, наверное, многие, которые прошли обучение, воспитание, да, вот эта вот гордость, она дала им те силы, чтобы стать лучше, стать профессиональнее, вот. А профессионализм – это вторая составляющая, да, что ты должен быть лучшим. И уметь то, что не умеют другие. И уметь то, что не умеют другие, да. Напомню, что у нас в гостях герой Российской Федерации Юрий Викторович Светов, человек, который, в общем-то, совсем еще недавно, в 2006 году, был уволен в запасе в звании полковника. А вот за что он получил это звание, и, собственно говоря, продолжим Вашу историю после того, как Вы окончили училище, столь известное, столь важное, и, собственно говоря, приобрели ту профессию, о которой мы только что говорили. Вот во второй части мы все это узнаем, тем более нам это вдвойне интересно в День России. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня в День России мы встречаемся здесь с Юрием Викторовичем Цветовым, полковником в запасе, героем Российской Федерации. Итак, Вы закончили военное училище. И что было дальше? Другие времена и другие задачи начинают ставиться? Я закончил военное училище в Советском Союзе и начинал службу в Советском Союзе. Вот когда мы говорим о вооруженных силах Советского Союза и вооруженных силах России современной, вот тут хотелось бы, знаете, как, наверное, сделать такое небольшое уточнение, да, что, ну, это были разные вооруженные силы, точнее, вот в Советском Союзе, да, где во главу угла стояло, ставилось, это создать все комфортные условия для вооруженных сил для выполнения боевых задач. Поэтому я вот отклонюсь, вот так вот скажу, единственный раз в жизни, когда мне хотелось из отпуска вернуться на службу, это было тогда, когда я пришел лейтенантом. Мы занимались боевой подготовкой, у нас были постоянно учения, поля, и мне это настолько нравилось, потому что это было легко давалось. Училище подготовило настолько, да, что это все было мое, понятно, и... Ну, это ваше призвание, да, 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 меня к этому готовили, да, ничего удивительного не было. Я совершенствовал свои навыки, я учил солдат, солдаты были, солдаты были служившие два года, ну, честно скажу, вот мне довелось послужить потом уже, вот в 90-е годы. Не было у меня лучших солдат, чем которые были вот еще в Советском Союзе. Мне довелось готовить последний выпуск в Афганистан, я был на стажировке в Фергане. Вот, и я вот точно могу сказать, что сержант, закончивший учебку в Фергане и уходящий в Афганистан, это был профессионал, это был настоящий сержант. Я их просто сравнивал, когда они приходили уже после Афганистана, я их сравнивал с теми сержантами, которых мы готовили здесь, вот, они были на голову выше. И еще один момент, который мне навсегда врезался в память, что не попасть в Афганистан после учебки, это было как наказание. Это был позор. Позор. Да. Ну, а потом приходят другие времена, и тут мы постепенно уже, вот обратите меня, мы вместе с историей идем, да, начиналось в Советском Союзе, потом Советский Союз распадается, в том числе в армии тоже были, наверное, не лучшие времена. И потом начинается уже история новой России. Вот давайте мы теперь поговорим о том, что происходило в те 90-е годы, как у нас сейчас принято называть лихие. И поближе уже придем к тому, что происходило в Республике Дагестан. Как складывалась ваша судьба вот в новых уже условиях, и как вы попали в эти, как мы сейчас говорим, горячие точки? Ну, вы знаете, что у нас парад республик вдруг появился. Друг для друга. Да, все стали требовать независимости. Вот распался Советский Союз, распался и развалили, скажем так, помогли нам. И почему-то вдруг на армию денег не нашлось. Я служил, начинал службу в дивизии, которая дислоцировалась в Болграде. Вот один полк, вот 300-й полк стоял в Кишиневе. И в 92-м году нас вывели, передислоцировали, вывели в Республику Хакасия. Я в Абакане продолжал службу. Но это были тяжелые времена, честно хочу сказать. Вот мы не ожидали. Да, мы ко многому были готовы. Но не были готовы, что наша работа, она никому не будет нужна. Мы не получали зарплату месяцами. Доходило до того, что семьи отправляли к родителям. А сами как-то объединялись и ходили вместе с солдатами даже питаться в столовую. Ну, не было денег. Времена были сложные. Но вот этот вот, как это, запал какой-то, да, вот это воспитание, которое было нам дано, оно заставляло нас все эти трудности превозмогать. То есть мы продолжали служить, мы продолжали воспитывать солдат. Делать свое дело. Делать свое дело, да. Но, к сожалению, опять же, почему-то наша работа была не нужна. Денег почему-то на армию стало все меньше. Вот такие виды боевой подготовки, как ротные тактические учения, батальонные тактические учения, тем более полковые, они просто не проводились в те времена. А без этого ж нельзя. Да. И... То есть уровень подготовки держался только на вас, фактически. Да, уровень подготовки держался на опыте вот тех офицеров, которые прошли через все испытания и Афганистаном, и службой вооруженных сил, их опытом. Ну, и традициями. И знаниями, да, и традициями, естественно, да. Итак, начинаются конфликты, и как происходило в вашей судьбе все это? Когда начались первые события, первая война чеченская, контртеррористическая операция, как сейчас принято говорить, я тогда находился в Абакане. Ну, Сибирь далеко, поэтому, да, мы готовились к выполнению задачи, проводили все мероприятия по слаживанию, по обучению личного состава, но мне тогда не довелось участвовать в этих событиях. В 1996 году в связи с организационно-штатными мероприятиями десантный полк оказалось, что он там не нужен, вот, его переформировали в бригаду, сначала в десантную, в воздушно-десантную бригаду, а потом в обычную, передали в подчинение округу. И перед нами, перед офицерами стоял вопрос, либо мы продолжаем службу в воздушно-десантных войсках, либо мы, как бы, вот, переходим в подчинение сухопутных войск. Немножечко не то, что хотелось бы. Да, да, да. Ну, естественно, многие сказали, что нет. Так же, как и я, я принял для себя решение, что я... Написали рапорт, да? Да, написал рапорт, и меня вывели в распоряжение командующего сначала, а потом получил распределение в Тульскую воздушно-десантную дивизию. И уже продолжал свою службу под Москвой здесь, в городе Нарофоминске. Это в 1996 году. Ну, а в 1999 году, да, после вот этого перемирия, да, которое было, я уже командовал батальоном парашютно-десантным. И, конечно, была поставлена задача, как раз произошло вторжение в августе месяце, вторжение боевиков на территорию Республики Дагестан. Вот, и назрела необходимость возобновить контртеррористическую операцию уже по вытеснению боевиков с Республики Дагестан. И завершению, скажем так, вот этих вот мероприятий, позволяющих нам привести Республику в нормальное состояние. Как это все происходило? Потому что, ну, даже как-то, может быть, неловко спрашивает, но, честно, не каждый раз общаешься с человеком, который достоин столь высокого звания. И понятно, что, ну, даже вот из первой части можно сделать вывод, что солдат, вот в правильном понимании этого слова, он же не ради наград сражается. Правильно? А какая была поставлена задача, и за что вы были награждены званием? В августе 99-го года от дивизии был сформирован сводный парашютно-десантный батальон, вот, и я командовал этим батальоном. Была поставлена задача мне выдвинуться в Дагестан. В Дагестане сначала мы находились возле Махачкалы, охраняли аэропорт, вот, и вышестоящую высоту есть там такая, возле Махачкалы. А 5-го сентября была поставлена задача выдвинуться в Новолахский район и вытеснить с территории Дагестана банформирование, которые вторглись. Батальон совершил марш на технике, на своей, и разбил район обороны батальона под Новолахском. Ну, а впоследствии, как бы, мне была поставлена задача, значит, там находилась высота 323,1, нужно было с этой высоты, там, где находились боевики, укрепления их, нужно было их сбросить с этой высоты, взять эту высоту. Вот, ну, после проведения ряда мероприятий, это рекогносировка, разведка, было принято решение на бой. Вот, собственно говоря, вот, собственно говоря, вот, это решение, решение, да, оно оказалось правильным, как потом мне говорили. Давайте я скажу, я вам помогу, я вижу, что вы как-то так немножко, у меня есть, как это вот официально звучит. 8 сентября 1999 года практически без потерь провел бой по владению одной из высот на Новолахском районе Дагестана. Был ранен, не покинул поле боя до полного уничтожения огневых точек и укреплений боевиков. Вот, вроде как, сухо написано, а за этим столько всего стоит. И приятно, что вы, я даже, вроде, все время человек сидел смирно, а тут, когда самое, вроде, горячее, вдруг, вижу, начинает немножко нервничать. Но вопрос сейчас будет такой. Для вас, вот, мы начинали с того, что, когда в школе, да, там же тоже нам очень часто рассказывали о том, как брали высоту, сколько было фильмов, песен, да, произведений, и были реальные, действительно, ветераны, которые приходили, рассказывали, казалось, что это где-то, ну, что-то такое вот, вот из ряда фильмов, а вас жизнь окунула в реальность. А вы тогда что ощущали, когда закончился этот бой? Когда бой закончился, я ощущал счастье. Просто, я был счастлив. Легкость и счастье, честно. Вот, знаете, эйфория такая, потому что все закончилось. Там вот написано, да, как вы говорите, сухие слова, да, за этими словами, на самом деле, стоит огромная работа. За этими словами стоят жизни людей. Вот, да, потери были небольшими, но они были, потери. И в каждой потере ты винишь себя, что, наверное, что-то ты не предусмотрел. У нас в ВДВ говорят, в ВДВ расшифровывается, возможно, 200 вариантов, да. Вот, чтобы выполнить задачу практически без потерь, нужно было рассмотреть все варианты. Причем самые худшие варианты проработать досконально. В бою, в бою, все может повернуться на 180 градусов. В любую секунду. Да. Могут возникнуть такие ситуации, там, да, или условия какие-то, да, когда все твое решение, оно идет на смарку. Все надпануло. Да, и нужно, да, и нужно все перевернуть и принять это решение заново. Да. И если ты это решение, в этом решении в своем, когда на бой принимаешь, ты предусмотрел вот эти нюансы, тогда тебе легче. А если ты еще организовал взаимодействие между подчиненными, которые с полуслова понимают тебя, тогда это все идет, как это, в автоматическом режиме. Ты просто доворачиваешь и управляешь. Поэтому сейчас вот, когда мне говорят, расскажи, как вот это все происходило, я говорю, знаете, чтобы рассказать это все, это нужно, времени не хватит. Потому что это все на протяжении суток я вот принимал решение. Знаете, ситуация же тоже там складывалась. Вот они перешли границу, да, сколько их, никто не может сказать, там, там, 300 боевиков. У меня был батальон усиленный. Вот, у меня было 500 человек, но штыков, как говорят, да, вот, это 300 человек. Три роты парашютно-десантных, которые принимают непосредственное участие в бою. И вот, сколько их боевиков? Как подготовиться к этому? Если их 300 на высоте, а мне нужно наступать, да? По тактическим нормативам преимущество у наступающих переобороняющихся должно быть трехкратное. Трехкратное даже. Вот у вас есть прекрасная возможность просто обратиться к нашим телезрителям. Просто приятное будет, если вы поздравите всех с этим праздником. Кто бы вы сказали? Я хочу сказать следующее. Да, у нас сейчас сложные времена. Многие занимают позицию, зачем нам это нужно было, вот это вот все. Вот, а можно ли было по-другому как-то? Я хочу сказать так, что история России – это история войн. И в основном эти войны были развязаны не нами. Нас всегда ставили в такие условия, когда нам приходилось сначала защищаться, а потом помогать еще и другим. Молодежи хочу сказать, что учите историю. История – наука точная. Изменить ее нельзя. Можно где-то там повернуть ее чуть-чуть, но все, что произошло, оно уже произошло. И оно, кстати, повторяется через какое-то время. Поэтому учите историю, и тогда вы поймете, и сами сделаете выводы, в какой ситуации мы оказались, да, и к чему мы идем. И насколько это нам нужно все. Я всех поздравляю с праздником. Я люблю Россию. Я горжусь тем, что я живу в этой стране. И желаю, чтобы наши поколения, будущие, они тоже гордились. И писали эту историю так, как писали наши отцы и деды. И вы. Юрий Викторович Цветов, полковник в запасе. Герой Российской Федерации, был гостем нашей сегодняшней программы. Мне кажется, что это было очень интересно и полезно. Ну что ж, всего вам доброго. С праздником всех, кто смотрит нашу сегодняшнюю программу. Программу «Открытый диалог», ввел которую Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова